Продолжаем чтение святителя Игнатия Бринчинова Отечника. Изречение святых отцов. Мы с вами остановились на 144 пункте изречения Антония Великого. Друзья, это просто кладезь. Вот только память плохая. Нужно бы это всё запоминать нам. Это же пригодится для практической жизни по Евангелию. Вот всё нам нужно изучать, а не всякую ерунду, у которой мозги наши уже все запудрены, так сказать. Суетой всякой. 144. Не дозволь себе разделить трапезы с женщиной и никак не сведи близко в знакомство с отроком. Ну, это, скорее всего, для монахов, но всё равно нам полезно. 145. Будучи здоров, не разрешай пояса твоего. Древние иноки так строго бодрствовали над собой, что даже ложились на одр для краткого отдохновения одетыми и припоясанными. Этот обычай сохраняется поныне в некоторых монастырях Афона. 146. Не возьмись за руку ближнего твоего и не прикоснись к коленям его. 147. Не дозволь себе нарушить божественные заповеди ради дружбы человеческой. 148. Тщательно прилежи чтение Писания. Это извлечёт тебя из порочной жизни. 149. Безмолвствуя в келье твоей, занимайся рукоделием, притом не оставляй моления именем Господа Иисуса. 159. Обращай это имя в уме твоём, поучайся ему в сердце, восхваляй языком, говори, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Также, Господи Иисусе Христе, помоги мне. Также, славословлю тебя, Господь мой Иисус Христос. 150. Возлюби труд, он в соединении с постом, молитвой и бдением, освободит тебя от всех сквернь. Телесный труд доставляет сердцу чистоту. Чистота сердца служит причиной того, что душа приносит плод. 151. 152. Отнюдь не суди ни о ком, но пребывай в плаче о грехах твоих. 152. Остерегись рассердиться на кого-либо, прощай всем. 153. Прочь ложь. Она и женит из тебя страх Божий. 154. Удали от себя греховные помышления и предай себя Богу, который защитит тебя десницу своею. 155. 155. Не открывай помышлений своих всем, чтобы не вести брата твоего в соблазн. 156. Люби смирение, оно покроет все грехи твои. 157. Не будь непослушен, иначе соделаешься орудием и сосудом всех зол и великого нечестия. 158. 158. Имей постоянным залогом в сердце твоем послушание Отцу твоему, и будет обитать в тебе страх Божий. 159. Не злословь брата твоего, хотя бы ты видел его приступающим все заповеди, иначе сам впадешь в руки врагов твоих. 169. Прежде содеянных грехов не укрепляй душе твоей размышлением о них, чтобы они не возобновились в тебе. Будь уверен, что они прощены тебе с того времени, как ты предал себя Богу и покаянию. В этом не сомневайся. 161. Не считай себя ученым и премудрым, иначе погибнет труд твой, и корабль твой совершит тщетное плавание. 162. 162. Приучись, чтоб язык твой говорил при всех встречающихся случаях, всегда, во всякое время, всем братьям и самому Всевышнему Богу, прости меня. Если будешь всегда говорить, прости меня, стяжешь смирение. 163. Не осуждай никого, чтоб не отступил от тебя страх Божий, и ты не был предан в руки невидимых врагов. 164. Вожделение твоих и удовольствие всего мира, которым ты предавался во время нерадивой жизни твоей, не вспоминай и не говори о них. Не скажи, я сделал то и то, я приступил ту и ту заповедь, это послужит тебе во вред. 165. Безмолвствуя в келье, прилежи к следующим трём занятиям – к чтению Писания, к молитве и к рукоделию. 166. Непрестанно и тщательно пребывай в покаянии. Ни одной минуты не приноси в жертву ленности. 167. Смиренно и со слезами проси Отца твоего, не стыдясь это делать, чтоб Он поучил тебя тому, чего ты не знаешь. 168. При наступлении каждого дня устраивай себя так, как бы этот день был последним в твоей жизни земной, и сохранишь себя от грехов. 169. 169. Знай, смирение состоит в том, чтоб ты признавал всех человеков лучшими тебя и был удостоверен в душе твоей, что ты более всех обременён грехами. 179. Главу твою держи, опущенную, язык твой ты будешь всегда готов сказать укоряющим и тебя. Владыка мой, прости меня, предметом же постоянного размышления твоего да будет смерть. 170. О делах мира всего отнюдь не говори. 171. 171. Похотений и желаний твоих не исполняй. 172. Отжени от себя гордость ближнего твоего и всех человеков признавай лучшими тебя. 173. Грех, соделанный тобою, не скрой от духовного Отца твоего. 174. 174. Пустых слов не произноси и не слушай произносящего пустые слова, чтоб ими не запечатлелась душа твоя. 175. 175. 185. Убегай стремление к собранию имущества, убегай непокорности, еще более убегай объедение, чтобы не увязнуть в сети плотского вожделения. 185. Объедением отъемлется страх Божий у сердца и благообразие скромности у лица. 186. Подвижник подчиняется постыдным и скверным страстям, ум отчуждается от Бога. 176. Не тщеславься, не обращай в сердце хвастливых мыслей, не произноси хвастливых слов. 187. Я сделал то и то, я понес такие и такие трудности, я не обеспокоил и не потревожил никого. 187. Всем этим водится тщеславие, и тот, кто заражен такими и подобными повышлениями, садился жилищем дьявола и нечистых духов. 187. 189. 189. 229. Время! 249. 259.